Авторская программа Андрея Усенко. Пять слов. Я бы хотел вас спросить, по вашим оценкам, какой объем ювелирных изделий приобретается именно с целью инвестирования средств? Не просто купить, потому что нравится и хочется носить, а вот именно купить с точки зрения того, чтобы вложить деньги, может быть, рассчитывать на последующее удорожание этого изделия в долгосрочной перспективе, понятно. Вот по вашим оценкам, каково процентное соотношение таких покупателей и являются ли они для вас стратегически важными, если являются, то что вы делаете для их привлечения? Несколько вопросов, я понимаю, но давайте по порядку пройдемся по ним. Во-первых, сколько, по вашим оценкам, таких людей? Ну, нет таких данных, поскольку, как вы сами понимаете, тема-то такая, она очень, то, что относится к сбережениям, люди не любят это афишировать, да? Понятно, что вы не спрашиваете при покупке целей. Я могу сказать, допустим, по информации, скажем, того же РБК, наверное, да, где-то порядка 9,2% бюджета люди тратят на эти, на ювелирные вещи, вот такие данные есть. Ну, это, наверное, тоже с каким-то периодом связано. Ну, опять же, начиная, наверное, со среднего класса, да? Да, наверное, так. А то, что приобретается, конечно, ну, не сказал бы я, что много. То есть, мы внимания уделяем всем. У нас нет каких-то сегментов, которые, вот, они являются приоритетными. Ну, конечно, как вы понимаете, как психологи говорят, самые проблемные наши покупатели, это самые, значит, ну, низкобюджетные, скажем, да, и самые богатые. Потому что... Верхний и нижний сегменты... Верхний и нижний сегменты – это самые проблемные. Естественно, лучше, выгоднее работать с проблемным по верхней планке, но, тем не менее, мы внимания уделяем всем. Конечно, такие вещи, как бриллианты, скажем, или вот редкие драгоценные камни от полкарата, карат и выше – это уже вложение денег. Они дорожают. Давайте перейдем в денежный эквивалент, да, то есть, начиная от каких, примерно, цифр можно говорить о том, что есть смысл инвестировать их в ювелирные изделия? Ну, я, наверное, так не скажу сразу, потому что, опять, мы здесь можем поменять понятие цены и ценности, да, ну, порядка, наверное, 200-300 тысяч рублей. Вот такая планочка. Понятно, что не евро. Хотя, я думаю, что вам хотелось бы, чтобы было евро, конечно. Хорошо, каким-то образом сориентируйтесь с точки зрения, ну, может быть, перспективности вложений по металлам, по камням, вот ваше мнение как профессионала, не с точки зрения рекомендаций, да, вот сейчас там мы рекомендуем, идите покупайте алмазы, а с точки зрения, ну, такого разумного и логичного подхода. Да, но мы почему-то все время сосредотачиваемся на понятии покупки, да, если человек уже эту покупку совершил, ведь он может, если это хорошее окладение, классика, отличный дизайн, он не теряет своей актуальности, передаст это по наследству, это его там дочь или внучка, скажем, ей уже покупать не надо, правда, разве это не вложение? То есть она эти деньги может потратить на что-то другое, она станет еще более состоятельной, имеет смысл, я считаю. А потом ведь главное-то здесь не изделие, а вот те эмоции, которые вызывает этот подарок, вы знаете, как приятно смотреть на все это у людей, как бы душа всколыхнулась, там вот такие моменты. То есть это такой позитивный бизнес, да? Совершенно верно. Бизнес с позитивным и положительным. Нам это очень нравится, да, мы эмоции продаем, нет, 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 нет товара. Вячеслав, у вас ведь так же, наверное, да? Да, Андрей, точно так же, да. Тем более, что люди приобретают еще и практичную вещь, в которой им становится тепло. Да, в которой они могут выходить, если зимний период, то каждый день, и каждый день это, если вещь удачная, вещь удачная, то это каждый день положительная, хорошая эмоция, это заряд. Вот, хорошо, но я вернусь, наверное, к разговору не о сезонности, а о таком влияющем факторе, как мода. Она существует и в ювелирном бизнесе, и в меховом, естественно. Но я хочу совместить вот вопрос о моде с вопросом как раз о вложениях средств, да? Насколько можно промахнуться, условно говоря, приобретая, ну, в первую очередь, какое-то ювелирное изделие, которое впоследствии может выйти из моды. Вот, каков здесь фактор моды на ювелирное изделие, насколько он влияет? На стоимость изделия впоследствии. В основном, как вложение, рассматривают обычную классику, то есть просто хорошие камни, потому что, когда камни крупные, там, как правило, не нужно какого-то обрамления сверхъестественного. Нужно, чтобы камень было видно. Я просто такой пример приведу. Очень давно, когда мы начинали заказывать такие изделия, там, по карату, камни со Смоленского кристалла, очень известный наш завод, значит, подобрали там модель, одно колечко, и оказался не тот размер. Например, мы сказали, надо изменить размер. Они нам говорят, у вас его что, носить собираются? Понимаете? То есть они даже не рассматривают это как то, что надевают на себя. Не как украшение все-таки. Да, как вложение. Как вложение непосредственно. Хорошо. Вообще, мода в ювелирном бизнесе насколько изменчива? И насколько она может влиять на ценность изделия? Это та же самая наценка, о которой мы говорили с Вячеславом, наценка на выигрышную коллекцию. Насколько изделие, попавшее в мейнстрим, что называется, может отличаться по цене от изделия классического, но по себестоимости такого же? Нет, у нас нет такого. У нас, как бы сказать, стабильно есть те компоненты, из которых цена складывается. Это стоимость металла, стоимость вставок, это стоимость работы человека, который это делает. Понятно, что если это тиражная какая-то продукция, делается модель. Модели, как правило, дорого стоят, но потом идет большой тираж, и, соответственно, она окупается. Если это какое-то уникальное, эксклюзивное изделие, то понятно, что работа будет гораздо дороже стоить. Добавленная стоимость, собственно говоря, здесь и задается. А так, нет такого, я бы не сказал. Может быть, кто-то и делает, как вы говорили здесь, побеждает в конкурсе в каком-то. Но лично я не сталкивался, чтобы это какое-то очень дорогое было. Вопрос в другом, что, скажем, например, такие, как Тиффани, Кортье и так далее, там за марку. Это бренд, это бренд, это не мода, это бренд, за марку. Хотя вот, когда мы разговаривали и тут и с французами, и с нашими, вот это из компании, Ельгиз, который торгует на Сорбисе, да, свои изделия продает, вот, они очень низко оценивают качество этого Тиффани, прошу прощения. Брендовые вот эти изделия, они заранее вкладывают стоимость своего бренда в эту цену. Насколько вы знаете, наверное, у нас BMW отличается в этом отношении, по-моему, порядка 67% на добавленной стоимости. От стоимости автомобиля в этом состоянии. Бренд туда заложен. Вячеслав, простите, но вас про меховую моду спрашивать точно не буду, потому что разговор был долгий, бесконечный. Это уже как раз сфера, в которой моды наверняка играет большую роль. Поэтому у меня есть еще одна тема для нашего сегодняшнего разговора, которая важна мне для понимания нашими разовослушателями ситуации, которая, собственно говоря, в ваших отраслях сейчас имеет место быть. Это тема контрафакта и подделок. В обеих отраслях, и в меховой, и в ювелирной достаточно распространено мнение о том, что значительная часть товара поддельная, контрафактная, все привезено из Китая, сделано непонятно кем. Давайте профессионально оценим все-таки эту ситуацию. Вот можно сколько угодно предаваться эмоциям, но есть факты, и я бы эти факты хотел сейчас услышать от вас, дать вам возможность действительно профессионально, компетентно дать оценку той ситуации на рынке, которая сейчас существует. Потому что ведь для вас это не только фактор, влияющий на потребительский спрос, который этим там занижается, но и фактор недобросовестной конкуренции в случае действительно присутствия таких товаров. Вячеслав, что на меховом рынке у нас сейчас в этом смысле? Ну, если взять, Андрей, головные уборы, то здесь все-таки большинство производителей головных уборов находятся в России, то есть китайским товаропроизводителям пока конкурировать с нами сложно. Может быть, как раз в силу того, что мода на головной убор меняется еще быстрее, чем на верхнюю одежду. И вот здесь, покупая головной убор, он, ну, почти можно быть уверенным на 100%, что он произведен в России. Дальше вопрос качества, то, что здесь производится. Если взять верхнюю одежду, если вы идете за шубой, то здесь уже на 100%, даже близко, не нужно быть уверенным. Эта шуба может быть произведена где угодно. И, конечно, Китай здесь основной конкурент, основной конкурент российских производителей, основной конкурент производителей из Италии, из Греции. И здесь уже нужно прибегать, ну, либо к мнению эксперта, либо просто доверять тому магазину, проверенному вашему магазину, тем людям, которые там работают. И тогда вы можете идти смело и покупать. Насколько велика доля, по вашим оценкам, там, ну, вот, поддельного, контрафактного, там, некачественного товара в меховой отрасли? Насколько велика вероятность столкнуться с такой покупкой неудачной? — Если это шуба из овчины, то, конечно, вероятность низка. Это, опять же, производители больше российских производителей. Если вы хотите купить норковую шубу и купить ее за определенную цену, то здесь вероятность возрастает в геометрической прогрессии. То есть основной производитель на сегодняшний день норковых шуб – это Китай. Основной. — Хорошо, ведь Китай, ты не знаете, что это контрафакт или подделка. Китай – это просто место производства. Контрафакт или подделка в понимании человека – это когда ему продают то, что он хочет купить, а под этим скрывается совсем другое. То есть под неким брендом известным ему продают поддельный товар. Вот именно некачественные поддельные товары на меховом, не производство Китая товара, а вот именно некачественные поддельные. Какова их доля на рынке меховом? — Ну, я думаю, процентов 50, Андрей. — Вот такая цифра. — Процентов 50, да. И здесь, конечно, не подделывают какие-то отдельные бренды. То, что в меховом бизнесе более является брендом страна-производителя. — Ну, наверное, подделывают технологии. — Это Греция, это Италия, допустим, да. И, конечно, здесь пишут какой-то, ну, лейб-бренд, и там дальше написано «Мадеин Италия». Вот здесь нужно быть очень-очень осторожным. «Мадеин Греция» – там очень-очень быть осторожным. — Ну, 50% – это серьезная цифра. — Это серьезная, и, к сожалению, к сожалению, большущему даже сожалению, часть наших производителей, которые производят здесь, в России, допустим, верхнюю одежду производили, сейчас производят, они перестроились, и они стали закупать изделия просто эти же китайские. — Пришивать на них свои лейбы. Да, свои лейбы. Вот что это, контрафакт или это что это, как определить здесь? То есть это обман, прямой обман покупателя. И мы, насколько видим своим взглядом, профессиональным, я считаю, это уже не такое рядовое явление, это уже частое явление. Это такой способ конкуренции с китайскими производителями, просто покупаешь у них и перешиваешь лейб. — Ну, я не ожидал такой цифры, конечно, для меня сейчас достаточно серьезная цифра, 50% на рынке. Сергей, в вашей сфере, ведь человек, который готов потратить, ну, немалые, по крайней мере, деньги на ювелирные изделия, ему хотелось бы иметь определенную уверенность, ну, не определенную, а, наверное, полную уверенность в том, что это изделие действительно качественное, его состав соответствует заявленному, камни соответствуют заявленному. И если в мехах еще, ну, как-то можно, там, что-то почитать, наверное, в интернете, и по каким-то признакам определить, ну, более-менее, там, происхождение шубы, то с камнями, понятно, что, наверное, редкий покупатель может более-менее даже, не то, что профессионально, а так, ну, оценить, насколько этот камень соответствует тому, что заявлено. Вот ситуация на ювелирном рынке какова? — Да, это только по камням, только со специалистами, я более того скажу, что в Кирове нет специалистов-гемологов. — Которые могли бы оценить. — Да, это должна быть постоянная практика, мало того, что образование, они учатся также 5-6 лет. Вот, и постоянная практика, конечно, гемологи на заводах у нас. Поэтому мы заводам доверяем, с кем попало, мы не работаем. Я бы сказал, ситуация на рынке Кирова и Москвы, она в корне отличается. Дело заключается в следующем. Московские магазины, они никогда не окупают товар. То есть мы с заводов это покупаем, они берут под реализацию. И поскольку ситуация на рынке золота, сейчас вот такая цена пошла вверх, им просто перестали давать на реализацию. Где они берут, понятия не имею. Чем они торгуют там. То есть для них, для Москвы это катастрофа. В Кирове ситуация прямо противоположная. — Все-таки, люблю конкретные цифры, Сергей, оцените объем. Ну, вообще-то, понятно, что давайте про Киров говорить. То есть мы здесь живем, давайте про Киров говорить. Насколько здесь великая вероятность столкнуться с... — Я думаю, что в Кирове низка она, как раз она очень низкая. То есть, конечно, при покупке с рук, как всегда, вот эти моменты. У нас был случай, когда... — Слушайте, до сих пор покупают с рук ювелирные изделия. — Более того... — При наличии таких замечательных там... — Один с руком, скажем так, сделал три попытки купить компьютер через интернет. И три раза его кинули. Я говорю, зачем ты покупаешь? Он потратил 90 тысяч. Зачем ты покупаешь? Ну, там же дешевле! Ну, что еще можно сказать такому человеку? Не так давно был случай, поскольку у нас сейчас скупка и обмен товаров, значит, старая на новая, поэтому по требованиям покупателей мы определяем пробу. Пришла женщина с цепочкой золотой. Определите пробу, пожалуйста. Определили. Она приходит через некоторое время снова с той же цепочкой. Определите пробу. Зачем? У вас же только что ее определили. Нет, определите. Определили не золото. То есть, она... Кто-то предложил ей эту цепь. Она пришла в магазин, проверила, да, цепь золотая. И в процессе продажи он поменял ей на незолотую. А-а-а. Поэтому, ну, наши люди, вот они же... Энтузиазм их не истребим, поэтому что тут нужно сделать. Ну, что ж, вот эта замечательная фраза насчет энтузиазма. Наша программа подходит к своему завершению. Она выходит буквально накануне Нового года. И я хочу вам предложить возможность поздравить наших слушателей с наступающими праздниками и что-то им пожелать. Вячеслав. Хотелось бы, конечно, речь всех жителей города Кирова и покупателей наших, и непокупателей, всех, кто живет в нашем замечательном городе, поздравить с этим наступающим праздником, Новым годом 2012. Пожелать в Новом году, чтобы те мечты, которые у вас не успели реализоваться, в вышедшем году обязательно реализовались в Новом. Пожелать здоровья, успехов, благополучия материального. И, конечно, пожелать, чтобы вас окружало в Новом году побольше хороших, красивых вещей. Удачи вам, здоровья. Спасибо, Сергей. Да, дорогие друзья, разрешите поздравить вас с наступающим Новым 2012 годом. Пожелать вам, конечно же, крепкого здоровья, любви, успехов, благополучия, удачи, заработать много-много денег и еще иметь много времени для того, чтобы с удовольствием потратить. Отличное пожелание. Ну что ж, а я хочу пожелать моим сегодняшним гостям, чтобы их бизнес оставался все таким же позитивным, и факторы сезонности на нем сказывались все меньше. Ну а нашим радиослушателям я хочу просто поздравить их с Новым годом, пожелать, чтобы у них была возможность в этом Новом году ходить в красивых мехах, носить хорошие юридические изделия и быть уверенными в том, что это не подделка. До встречи на волне 101FM в Новом году. Это была программа «Пять слов». Моими собеседниками в студии были Сергей Слотин, Вячеслав Вакушин. Вел программу «Андрей Усенко». До свидания. С наступающим. Авторская программа «Андрея Усенко». Пять слов.